Эфир канал ОТС продолжает программу. Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. 20 тысяч рублей в такую сумму Новосибирский районный суд оценил моральный ущерб матери, которая лишилась трехлетнего сына. Женщина посчитала, что медики сделали далеко не все возможное, чтобы спасти ее ребенка и потребовала с больницы денежную компенсацию. За убийство моего ребенка мне предлагают как бы забыть, успокоиться и вот они лучше тогда, наверное, вообще сумму никакую не назначали. Страшный диагноз – рак головного мозга. Сыну Анны Титовой врачи поставили буквально через несколько месяцев после его рождения. Но надежды мать не теряла, боролась до последнего. В апреле 2020 мальчик скончался в реанимации Краснообской ЦРБ. Женщина искренне рада, что сейчас отделение закрыто. Лечить детей в данном учреждении невозможно и нельзя, потому что дети погибают. И это подтвержденный факт, что дети уходят не только по причине основного заболевания, но и невозможности оказания качественной медицинской услуги. Родители маленьких пациентов давно жаловались на протекающую в больнице крышу, плесень, отсутствие квалифицированных врачей, препаратов и необходимого оборудования. Четыре семьи, потерявшие детей, написали заявление в СК, в их числе у МИДа Абдулаева. Женщина считает, что ее девятилетняя дочь умерла вовсе не от рака, а от инфекции, которую подхватила в детском онкоотделении. По данным следствия, в период с 2020 года по 2021 год в отделении онкологии и гематологии ГБУ с НЦО НКЦРБ проходили лечения несовершеннолетние потерпевшие. В результате оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, наступила смерть четырех из них. Расследование уголовного дела еще идет. Тем временем мать одного из маленьких пациентов решила наказать врачей рублем. Но заявленную в иске сумму судья уменьшила в 250 раз. Мне был важен этот суд, что в Новосибирской области и всему вообще в принципе Сибирскому региону необходим центр онкологии и сумма как бы в 5 миллионов. Возможно, могла бы помочь как раз таки, как грубо говоря, начальный капитал. Но получив сумму компенсации в 20 тысяч. Ну да, наверное, у меня большой вопрос, что жизнь ребенка у нас на сегодняшний день стоит 20 тысяч. Анна и другие матери, которых объединило общее горе, решили, что один в поле не воин. Создав общественную организацию, они вместе добиваются открытия детского онкогематологического центра. Инициативная группа собирает подписи под петицией президенту. Уже побывала на личном приеме у губернатора и генпрокурора. А семья из Барабинска отсудила у местной ЦРБ 16 миллионов рублей. Повод иска инвалидность, полученная ребенком. Суд установил, что введение беременности, неправильный диагноз, а также некачественная помощь при родах стали причинами необратимых последствий. Произошло это в 2020 году в Барабинской районной больнице. Родители потребовали компенсацию морального вреда. В итоге отец ребенка должен получить миллион рублей, мама 5 миллионов, малышка 10. Сумма для подобных дел рекордная, однако уменьшить ее может вышестоящая инстанция. Представители медучреждения скорее всего будут обжаловать решение. И дальше не детская тема. Родители пятиклассника с улицы Тюленина, это в Калининском районе Новосибирска, разыскивают обидчика сына. На вид ему 13 лет и он прямо у подъезда под камерами домофона придушил их ребенка и со слов мамы выбил ему зуб. Заявление в полицию написано, началась проверка. Пострадавшему всего 11 гулял с друзьями во дворе, когда появилась незнакомая компания старших ребят. Самый взрослый подросток схватил мальчика за шею, и он упал на тротуар без сознания. Самостоятельные поиски юного злоумышленника результата пока не далее. Продолжаем программу. Обеспеченный отец, который перестал перечислять бывшей жене деньги на содержание сына, выплатил долг только после того, как лишился автомобиля. Мотивировать мужчину удалось судебным приставам. В рамках исполненного производства в отношении гражданина принят комплекс мер принудительного исполнения. А именно, вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, постановление о запрете на регистрационные действия в отношении авторасплатных средств. На прием к исполнителям должник приехал на своем автомобиле. Этим и решили воспользоваться госслужащие. На вас они наложили арест, а злостному неплательщику объяснили, что будет, если он не погасит задолженность. Напуганный мужчина за сутки нашел 636 тысяч рублей и полностью выплатил алименты. Держинский районный суд Новосибирска приступил к рассмотрению уголовного дела предпринимателей из Киргизии, которого уличили в серьезном коррупционном преступлении. Партия часов и запчастей, принадлежащих этому предпринимателю, говоря простым языком, застряла на таможне. Тогда ушлый бизнесмен, чтобы не потерять ни копейки, решил вернуть свой груз. Недолго думая, он предложил контролеру МЗДУ 200 тысяч рублей. Взяткодатели задержались по личным при передаче части денег. 50 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий. Какую сумму вы передали? 50 тысяч. Которая находится где? У должностного лица в сумке? В сумке, да. По данному факту, Новосибирским следственным отделом на транспорте Восточного межрегионального управления СКР было возбуждено уголовное дело. Статья «Дача взятки должностному лицу в крупном размере». Сотрудник таможни заранее сообщил правоохранительные органы о поступившем ему незаконном предложении. По ходатайству следователя фигуранту была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела переданы в Дзержинский районный суд города Новосибирска для рассмотрения по существу. Партию товара, за которую так переживал иностранец, все-таки не пропустили в Россию. Груз оказался контрафактным, и пока он на ответственном хранении. Судьбу фигуранта решит суд. По коррупционной статье иностранцу грозит крупный штраф и реальное лишение свободы. Сотрудники регионального ФСБ совместно с коллегами из погрануправления прикрыли целую нарколабораторию, создатели которой специализировались на производстве сильнодействующих психотропных веществ. Впрочем, не брезговали они и заготовкой обычного каннабиса. Барышня в камуфляже сопротивлялась недолго, но до последнего не отвечала на вопросы силовиков, что именно перевозит в своей машине. Возможно, чистосердечное признание хоть как-то бы смягчило наказание в будущем, но шанс был упущен. А это момент задержания сообщника женщины-правоохранителя уверены. Под Новосибирском, в неприметном частном доме, пара организовала подпольную лабораторию по производству психотропных веществ и наркотиков. В результате оперативно-розыскных мероприятий в селе Кубовая задержаны мужчина и женщина. В ходе обследования жилого помещения обнаружены изъяты лабораторное оборудование, более 100 литров прекурсоров, упаковочные и фасовочные материалы, средства мобильной связи, пакеты с наркотическим средством каннабис массой более 690 граммов. Каннабис, пожалуй, самая безобидная, если так можно сказать, оперативная находка. Сотрудники областного управления ФСБ и пограничники изъяли пакеты с амфетамином массой больше 13 граммов. Эта партия уже была подготовлена к сбыту разовыми дозами. Кстати, также известно, что организатором бизнеса был мужчина, а женщина выполняла роль фасовщика и курьера. На основании результатов оперативно-розыскной деятельности главным следственным управлением МВД России по Новосибирской области в отношении обоих фигурантов возбуждено уголовное дело за покушение на незаконное производство сбыт наркотических средств, совершенные группой элит в крупном размере. Санкция статьи предусматривает вполне суровое наказание драгдилерам до 20 лет лишения свободы. А пока идет следствие, фигурантов по решению суда на время отправили в СИЗО. И последнее в Новосибирске итогом прокурорской проверки стало возбуждение уголовного дела. Серые майнеры причинили энергоснабжающей организации ущерб больше чем на 20 миллионов рублей. Вот она майнинговая ферма, оборудование установлено в контейнерах. О, давай здесь глянем в киоск. Опа! Ох, пришлое! Столько доброта! Сотни асиков специальных устройств для майнинга криптовалюты обнаружили в поселке Пашино на улице Флотской. На огороженном земельном участке рядом с подстанцией располагались контейнеры и один нестационарный объект оборудования было незаконно подключено к электрическим сетям мощными силовыми кабелями в обход приборов учета и без заключения договора. Информацию о неучтенном потреблении энергии представители РЭС передали в прокуратуру Калининского района. Сотрудники надзорного ведомства выяснили, что злоумышленники воровали ресурсы в промышленных масштабах. В этой связи материалы прокурорской проверки были направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения старший следователь полиции возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Б.2 ст. 165 УК РФ причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверия. Результаты расследования уголовного дела взяты в прокуратуре на особый контроль. На этом пока все. Если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам на WhatsApp номер 8 983 510 2005 или на электронную почту редакции экстренного вызова. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя и оставайтесь на телеканале ОТС. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...